Здарова, коррупционеры! Не виделись с вами очень долго. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Свисток как оружие», но о судьях, коррупции и деньгах говорить не будем. Сегодня поговорим о проблемах женского российского баскетбола, почему все так плохо. И когда я буду говорить «Я», я буду иметь в виду автора телеграм-канала «В мечтах о слэмданке». Он очень хорошо и подробно описал все проблемы в медиасфере женского баскетбола. Поэтому все ссылочки на этот телеграм-канал я оставлю. Чувак, ты красава! Весь российский женский баскетбол, особенно ниже премьер-лиги, крайне специфический продукт. Обаятельные игроки с интересными судьбами, самобытные, но умирающие клубы. Максимально короткое расстояние между спортсменами и болельщиками. И одновременно отвратительный, страшный непрофессионализм, наплевательское отношение к работе с аудиторией. Мне, кстати, периодически разные люди говорят, что не стоит критиковать коллег. Надо быть добрее, ну и другие похожие вещи. Так вот, корпоративность, лояльность, этика – это все, конечно, красивые вещи, но они особо никому не нужны. Не особо способствуют какому-то развитию и совершенствованию. Скорее заставляют закрывать глаза на чьи-то недостатки. Вы можете годами создавать говно, восторгаться этими творениями внутри нашей маленькой группы, бесконечно тешить чувство собственной важности, но будете получать на выходе совершенно посредственный продукт. Интересен лишь кучке фриков. Только максимально критический подход к работе может идти на благо делу. Вот, например, российский футбол – это страшно переоцененный продукт, внимание которому абсолютно непропорционально его качеству. Но даже это иногда получается завернуть во вполне симпатичную обертку. Российский женский баскетбол может конкурировать даже с российским футболом, но только тогда, когда клубы хотя бы чуть-чуть будут думать об его обертке. Мне больше не важно, но я не проверяю твои, твои социальные сети. Итак, слабое ведение соцсетей на примере надежды. Вот вы позиционируетесь как гордость Оренбуржья. У вас в составе игроки национальной сборной России, MVP матча звезд WNBA, игроки сборных Белоруссии, Венгрии, Канады, иностранные тренера. Блин, да вы совершенно на отебись ведете свои имиджевые аккаунты. Итак, начнем. Матч Надежда УГМК за 8 января 2020 года. Завершается 3,5 часа назад, а на сайте Желтобордовых до сих пор висит анонс. Вконтакте и Инстаграм одинаковые картинки с итоговым счетом. Ну а за день до матча УГМК Надежда 2 провела два победных матча, на которых был фотограф. И как вы думаете, есть ли хотя бы один фотоальбом с игр? Кстати, еще забавно, что для плашек с домашних матчей Надежды 2 были использованы в фотографии с выезда. Пока ничего критичного. Да и понятно, что такое раздолбайство у нас сплошь и рядом, но закрывать глаза на это не стоит, нельзя. Проходит время. Карантин. И поразительно, что Надежда просто самоустранилась из информационного поля. Есть ли у клуба какая-то позиция по розыгрышу Евролиги, позиция по розыгрышу Суперлиги 2, где ваша команда вышла в финал? На основании чего Эрика Виллер прервала карантин и улетела в США? Где сейчас находятся остальные легионеры клуба? Не хочет ли клуб что-то сказать болельщикам, особенно тем, которые купили абонементы на сезон? Отношение к болельщикам проявляется не в красивых словах в их адрес, а в реальной работе. А вот классический пример формализма. У Эрики Виллер был день рождения. С этим событием ее поздравили Надежда, клуб Эрики в России, и Индиана Фивер, клуб Эрики в WNBA. Да, поздравили оба клуба, но чувствуете разницу? Видите? Говорим чисто о визуальной составляющей, не обращаем внимания ни на текст публикации, ни на время размещения поста, ни на что другое. Здесь фотография не передает содержание поста, фотография, которая уже использовалась в клубном аккаунте. А здесь классный калаш, из которого все ясно и понятно. Это, конечно, мелочи, но из таких мелочей формируется образ по-настоящему профессионального клуба. 9 мая. И еще один повод напомнить о себе. Оренбургская... Да что? Какой бы прям не за что? Хотя бы один вытащи. Два оставь. Хорошо, спасибо. Оренбургская Надежда и Красноярский Енисей – два клуба премьер-лиги, которые вообще ничего не сделали к 9 мая в медиапространстве. Да, некоторые клубы отнеслись к этой дате максимально формально и просто выложили праздничную картинку из интернета, но Надежда и Енисей не сделали даже этого. Два клуба, жизнеспособность которых поддерживают региональные правительства. Далее клубные соцсети поздравили Максима Житлухина с рождением двойник. Все хорошо, но почему вдруг профессиональный клуб решает поздравить одного из судей? Из криво оформленных постов подписчик вообще не поймет, как Максим связан с Оренбургским баскетболом. При этом вклад Житлухина в развитие Оренбургского баскетбола вообще не обсуждается и, конечно же, такие радостные события надо подсвечивать. Но подсвечивать грамотно, чтобы не вызывать недоумения на лица тех, кто не особо погружен в местный баскетбол. Следующий факап у Надежды – в один день дни рождения сразу у двух тренеров. И, казалось бы, новостей нет, уж тренеров-то поздравят. И даже без напоминания от болельщиков, как это было с Эрикой Виллер. В соцсетях тишина, на сайте стилистически ужасное поздравление. И вообще, дни рождения – это вещь, которая известна заранее. В большинстве приличных пресс-служб обычно в начале сезона обсуждается, как клуб будет освещать разные приятные поводы, а заодно и кого с ними поздравлять, а кого нет. Причем решения могут быть различными. От поздравлений, например, с днями рождениями вообще всех. От водителей до директора клуба. До перевода всех праздников в разряд внутренних, без лишнего подсвечивания на клубных площадках. В начале года поздравляли игроков. Потом стали поздравлять игроков выборочно. Киру Пирвиц забыли поздравить. Ей, кстати, следующего поздравления ждать 4 года. Но она 29 февраля родилась. Про капитана фарм команды Кристину Евсеичеву забыли. Про Эрику Виллер тоже. Ладно, хоть болельщики напомнили. И ничего же страшного, что пост ВК вышел только на следующий день после дня рождения. Потом еще забыли поздравить с днем рождения Егора Храмкина и с юбилеем Евгения Иванова. Главное, чтобы в этом была логика. Генеральная линия партии. У Надежды же нет ни логики, ни системы, ни хрена. О какой вообще популяризации баскетбола с таким подходом можно говорить? О каких полных залах, о каких продажах? Это все мелочи. Но из этих мелочей складывается настоящая работа, а не ее имитация. Уж извините, что только про Надежду. Но на ее примере можно классно разбирать то, как должна и не должна работать клубная пресс-служба. Например, РФБ размещает новость об итогах сезона в российском женском клубном баскетболе. Только одна эта публикация дает следующие информационные поводы. Директор Надежды принял участие в совещании. Анастасия Шилова получила награду лучшему легкому форварду премьер-лиги. Кристина Евсеичева была признана лучшим плеймейкером Суперлиги 2. Пожалуйста, первым постом мы показываем, что жизнь кипит и в межсезонье. А двумя другими собираем тонны лайков в соцсетях. Это час работы, если сильно не заморачиваться. Как можно круче подать эти новости? Взять комментарии у директора и игроков и сгенерировать еще несколько инфоповодов. Это еще час-полтора работы. Подготовить инфографику про Шилову и Евсеичеву? Ну, это день работы. Сделать видеоролики с лучшими моментами Шиловой и Евсеичевой в сезоне? Ну, пускай и тут день работы. Что же делает Надежда? Ни-хре-на. Хотя стоп, стирает посты болельщиков с критикой в адрес клуба. Если вы реально так цените ваших болельщиков, как говорите об этом, то не выключайтесь из жизни на несколько месяцев. И карантин – это не отмазка. Ладно. Выносим за скобки всю текстовую часть новостей от Надежды, которая традиционно ужасна. Просто смотрим на фотографию. Все ок? Использована фотка низкого разрешения, которую растянули при публикации на сайте. Ручкой пронумерованные мячи. Вы серьезно? Хромакей в качестве фона? А? А ведь это игрок, который почти каждый матч в старте начинает. Тут еще и коллеги из столицы написали, что не Камильфо при службе Надежды представлять Комарову и Лагунову материалами с сайта МБА. Профайлы игроков действительно просто скопированы с сайта московского клуба. Без указания источника даже. А вот первый признак кризиса идей. Появление вот таких вот постов в клубных соцсетях. Нет ничего проще, чем надергать 10 фотографий из личных аккаунтов, а потом выдать их с какой-нибудь приторной подписью. В любой команде играют безумно красивые девушки. Не видел еще ни одного клуба, где не считали бы своих игроков самыми лучшими. Делать прямой акцент чисто на внешних данных – это слишком топорно. Есть десятки способов, как рассказывать о девушках-спортсменках так, чтобы вызвать к ним неподдельный интерес и без фоток с их инстаграм-страничек. Правда, для этого требуется тратить на свою работу чуть больше 5 минут, которые ушли у автора на написание поста о наших шикарных девушках. Просто в надежде нет никакой пресс-службы. Я думаю, что на сайт новости выкладывает кто-то, для кого это такая ненужная дополнительная нагрузка. Подтверждает это и то, что в соцсетях клуба активности как таковой вообще нет. Каждый день надежда несет репутационные потери. Но они никого не заботят. Односложные ответы. Сейчас немного расслабимся. И посмотрим интервью с односложными ответами. А односложные ответы – это провал любого интервью. Об лиц-интервью мы не говорим. Ребенок в качестве собеседника – это не оправдание. Поделись, пожалуйста, впечатлениями от победы в конкурсе репостов. Ты ожидала, что ты выиграешь? Да. Верила и надеялась? Да. Ты рада, что Настя тебя наградила таким подарком? Да. Это будет первый такой презент в твоей коллекции или еще какие-то призы уже в твоей жизни? Ну, я фоткалась, но очень много фоткалась с надеждой. Вот. И это самый лучший подарок. Отлично. Расскажи, как сегодняшний матч прошел. Тебе понравилось? Да, очень. Ну, грустно то, что мы проиграли, да, сегодня? Да. Ну, хотелось бы победу. Да. На следующий матч придешь? Да, конечно. Отлично. Девочки, у вас как впечатление от игры? Профессиональный ведущий, который не может разговорить ребенка на парочку оригинальных ответов – это провал в квадрате. Отличная работа. Теперь про орфографию. Да-да, орфография. Новый сайт у надежды появился на второй месяц моей работы в клубе в августе 2018 года. Мне сразу сказали, что сайт клуба – это наше лицо. Эту фразу потом не слышал миллионы раз. Никак не буду оценивать свою работу, но я старался, придумывал информационные поводы, вел статистику по всем игрокам. Сейчас я испытываю испанский стыд всякий раз, когда захожу на сайт желтобордовых. Огромное количество орфографических и пунктуационных ошибок при смешном объеме текста. Про кошмарное оформление новостей и материалов я вообще молчу. Хотите еще больше офигеть? На сайте надежды уже несколько недель висит материал, который получился путем автоматического перевода английского текста с сайта Евролиги. На русский язык через что? Google Translate. Со всеми прелестями автоматического перевода. Ну и еще один бесплатный совет. Никогда не ставьте точку в конце заголовка. НИ-КОГДА. В надежде за последние 10 лет играли MVP финала WNBA. MVP матча всех звезд WNBA. Трижды лучший шестой игрок WNBA. Первый номер драфта WNBA. Игроки топовых европейских сборных, но никого болельщики не встречали так тепло, как например Татьяну Бурик. Потому что местная. То обстоятельство, что она родилась в одном городе с тобой, гуляет по этим же улицам, ходит в одни и те же магазины, что и ты. А сейчас играет на высоком уровне и ее иногда даже показывают по ТВ. Зачастую оказывается более важным поводом болеть именно за этого игрока для рядового болельщика, чем самые крутые достижения других спортсменок. Когда я заканчивал работать в надежде, из местного Минспорта меня попросили сделать обзорный материал для их издания об успехах клуба за год. Я написал текст, собрал фотки. На следующий день звонят, говорят, все хорошо, но почему не прислали фотографию Бурик? Я им объясняю, что в сезоне 19-20 она выступает уже за другой клуб. Но мне сказали, министр попросил взять фотку Тани. Вот так можно делать звезд из игроков, которые не могут похвастаться золотыми медалями Олимпиады и чемпионатов мира. Или вот еще. С 1 января меня уже ничего не связывало с надеждой, но мне до сих пор продолжают звонить сотрудники пресс-служб других клубов. Местные журналисты, партнеры, болельщики. Сегодня звонили из областного Минспорта. И просили из трансляции уральского дерби вырезать какой-то момент с военными песнями. О чем они вообще? Прислать им типа, министр очень просит. Не удивляйтесь, провинциальные министры занимаются иногда еще больше ерундой, чем выбором фотографий для какого-нибудь журнала. Как-нибудь расскажу парочку историй на эту тему, но в другой раз. Мне больше не важно, но я не проверяю твои, твои социальные сети. Ну и немного о чем-то хорошем. Но это тот самый случай, когда клуб все делает красиво. И конечно же тут нельзя не отметить пресс-аташе видновской команды Анну Локтеву, которая часто остается за кадром. Но выполняет огромный объем работы в Видно. И уверен, что получает за это не космические деньги. Анна – баскетбольный мультиинструменталист. Человек, который умеет выполнять разную работу. Что-то лучше, что-то хуже, но сам набор ее навыков по-настоящему впечатляет. Она ценнейший актив Спарта НК. И мне смешно, когда клубы, особенно клубы Премьер Лиги, говорят, что у них нет денег на нормальный СМН. Вот так круто полики попрощались с Ковачиком, ушедшим в надежду. Красивая картинка или красивый видеоролик в масштабах бюджетов профессиональных клубов стоят сущие копейки. Но допотопный подход многих функционеров к своей работе не дает нашему спорту идти в ногу со временем. У меня был забавный случай в работе, когда один игрок сказал, что раз у клуба нет денег на создание качественного ролика с его участием, то он готов заплатить свои деньги тому, кто сделает это профессионально. Еще я мечтаю о времени, когда все российские клубы научатся делать красивую инфографику и перестанут формально относиться к работе своих медиаслужб. Например, объявлять о подписании контракта с игроком или тренером. Обычная фотография уже давно стала мавитоном, но только не у нас. Большой клуб – это система. Это не дюжина классных игроков и пара крутых дядек в черных костюмах, а система, каждый элемент которой работает на общий успех. Ну вот, такой вот выпуск получился, мои дорогие коррупционеры. Сразу же за этим выпуском выйдет еще один выпуск, и тоже про женский баскетбол, и тоже от лица телеграм-канала «В мечтах о слэмданке». Ну а я не прощаюсь, ждите скоро еще один выпуск, ну и продолжайте отписываться.